Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим ответы на следующие вопросы. Когда заработает сайт кооператива? Смогут ли пайщики получить обратно свои паи? Когда балансы счетов Виста будут интегрированы на новом сайте? Думаю, что ответы на эти вопросы интересны достаточно большому количеству людей. Итак, данный текст опубликован одним из участников Life is Good. Имя здесь не указано, поэтому перепроверить информацию не представляется возможным. Обсуждаем текст в том виде, в каком он есть. День назад прошло совещание с руководством компании. Краткий обзор новостей, который узнал из нашей магистратуры и от коллег из других дирекций. Первое. В течение месяца заработает сайт кооператива. Полностью восстановили базу данных. Все пайщики увидят свои кабинеты, боевые средства, очередь и так далее. Ну что ж, для пайщиков кооператива это, безусловно, хорошая новость, потому что они не имели доступа к своим данным на протяжении 4 месяцев и даже больше. И если в течение месяца, как здесь утверждается, они сумеют доступ восстановить, это будет неплохо. Это хорошая новость. Пункт номер 2. После отмены решения суда первой инстанции с целевого счета кооператива снимается арест. Все пайщики, которые написали заявление о выходе из ПК, получат свои боевые взносы. Начнут приобретать квартиры очередникам. Офис ПК работает, на вопросы пайщиков отвечает оперативно. Вот здесь интересное такое утверждение, что после отмены решения суда первой инстанции с целевого счета кооператива снимается арест. Хотелось бы уточнить, если кто-то, кто просматривает видео, обладает такой информацией, напишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь говорится о некоем решении суда первой инстанции. Это решение суда уже вынесено, или имеется в виду, что оно может быть вынесено в будущем, и когда это произойдет, вот тогда со счета кооператива снимется арест. Согласитесь, это разные ситуации. Одно дело, когда решение суда действительно уже вынесено, и со счета арест снимается. И совсем другое, когда просто у нас есть такие ожидания, что после отмены решения суда будет снят арест. Кто располагает информацией, пожалуйста, напишите в комментариях, кто что знает. Все пайщики, которые написали заявление о выходе из ПК, получат свои паевые износы. Но, опять-таки, это тоже хорошая новость. Те миллиарды рублей, по-моему, если память не изменяет, господин Крючек озвучивал сумму 3,7 миллиарда рублей заморожены на счета кооператива. Если после решения суда эти средства будут разморожены, и из этих средств удастся вернуть средства пайщикам, которые хотят выйти из кооператива, по-моему, это совсем неплохо. Также утверждается, что начнут приобретать квартиры очередникам. Офис ПК работает на вопросы пайщиков, отвечает оперативно. Но, опять-таки, вот, кстати, выглядит данное сообщение немножко, даже, наверное, не немножко, а, в общем-то, это сообщение противоречит буквально недавним сообщениям в официальном чате Bestway. Потому что, если мы читаем сообщение в официальном телеграм-канале Bestway или выступление господина Крючека, где говорится, что средства на счетах заморожены, квартиры арестованы и так далее, и так далее. А здесь, как бы, звучит, что все нормально, по решению суда там все размораживается, средства размораживаются. Я не знаю, может быть, действительно решение суда уже принято, но, наверное, это решение должно быть где-то опубликовано, и уж, наверное, в официальном телеграм-канале кооператива должно быть решение суда появиться, да? Ну, пока мы, вроде бы, этого не видим. Пункт третий. Кнопка для регистрации старых клиентов появится в одной из бета-версий через 5-10 дней. Это для тех, кто не успел еще зарегистрироваться. Те, кто регистрировался на новом сайте LegalTD и у кого есть доступ в кабинеты, сейчас в своих кабинетах видят надпись League Beta 10, то есть это уже десятая версия. А в сообщении говорится о девятой версии, то есть, по всей видимости, данное сообщение писалось, когда была еще версия 9. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто в курсе, когда девятая версия сменилась на десятую. Таким образом, мы можем примерно вычислить, когда писалось данное сообщение. В настоящее время отрабатывается бета-версия номер 9, это вы видите в своих кабинетах. Ну, как я показал, сейчас в кабинетах видна уже версия 10. С каждой новой версией добавляются новые функции. В 12-й версии появится калькулятор, который поможет сотрудникам при общении с клиентами. В 13-й версии появится верификация. Это важный момент насчет верификации, это то, о чем я говорил в предыдущих видео. Поясню для тех, кто не смотрел предыдущие видео. Конечно, сейчас многие ожидают, когда будут восстановлены средства, которые у них были на балансе счета Vista на старом сайте. Но, я в одном из видео сказал, я считаю, что чтобы средства со старых балансов были восстановлены, на новом сайте в обязательном порядке должна быть верификация личности. Некоторые мне писали, там есть верификация имейла. Это всего лишь подтверждение имейла, того, что имейл работает и все. Это вовсе не говорит о том, что владелец данного имейла является тем, за кого себя выдает. Подумайте сами, на старых счетах Vista у людей были серьезные суммы. У кого-то небольшие суммы, там несколько сотен евро, у кого-то тысячи евро, у кого-то десятки тысяч, у кого-то сотни тысяч, а у кого-то и миллионы евро. И вы серьезно думаете, что компания в новых кабинетах должна нарисовать такие же циферки, которые были у человека раньше, не проверяя его личности? То есть достаточно подтвердить имейл и все, и мы тебе на счете нарисуем 50 тысяч евро, которые у тебя были, да? Вы уверены? Просто, опять же, приходит на память, когда в одной компании начались тоже проблемы, у них прекратил работать сайт и была приглашена именно компания программистов, команда программистов, которые должны были как бы восстанавливать работу. Они сделали новый кабинет, новые кабинеты, и там надо было заново регистрироваться, но, как они потом рассказывали на вебинарах, они столкнулись со случаями массового мошенничества. То есть, когда, например, люди, зная, что у кого-то в кабинете хорошенькие такие суммы, там десятки тысяч, а у кого-то и в сотни тысяч долларов, то люди регистрировали на новом сайте кабинеты и писали имя, якобы, что это владелец данного счета. И потом компания жаловалась, что вот смотрите, у нас, допустим, под именем там Иван Петров зарегистрировалось там три человека с тремя разными имейлами, да? И кому, извините, мы должны рисовать балансы, циферки, да? Поэтому, как я и сказал, я считаю, что если уж они действительно серьезно настроены на восстановление балансов, то верификация личности должна быть в обязательном порядке. Потому что иначе, извините, всякие ушлые ребята, зная, например, что у кого-то там хорошие суммы были на счетах Виста, они просто зарегистрируют новый кабинет под чужим именем, а верификации же нет, называйся кем хочешь, ну и так далее. Опять-таки, кто-то, конечно, может возразить, что это все происходит, так сказать, под контролем там консультантов, но так-то оно так, это, конечно, добавляет, можно сказать, дополнительного контроля. Но вы же сами знаете сейчас ситуацию. Там есть лидеры, которые вообще уже ушли из компании, возвращаться не собираются. И поэтому взаимоотношения между там вышестоящими, нижестоящими нарушены или оставляют желать лучшего. Но в любом случае посмотрим, как утверждается, что в 13-й версии появится верификация, то есть будет проверяться личность, и по сути это будет соответствовать тому, что было в старых кабинетах. То есть, если человек прошел верификацию личности, и, например, сотрудник видит, что в старом кабинете был Иван Петров, дата рождения такая-то, паспортные данные такие-то, и в новом кабинете тоже Иван Петров, дата рождения такая-то, паспортные данные такие-то, то есть все совпадает. То есть, когда проверили и удостоверились, что это действительно один и тот же человек, вот в этом случае человеку восстанавливают как раз средства на его балансе. Потому что, опять же, не будем забывать, бывают люди полные тезки, у которых совпадает и имя, и отчество, и фамилия. И, соответственно, велика вероятность ошибки. Поэтому, когда дело касается денег, тут лучше перестраховаться. Четвертый пункт. Были озвучены планы по интеграции счетов ВИСТа в личные кабинеты Life is Good. Ну, наверное, это один из самых злободневных вопросов, который как раз и волнует владельцев счетов ВИСТа. Ждем открытия. Все почти готово для запуска. Нашли способ решения вопроса с базой данных. Ну, уж не знаю, каким образом они исхитрились, на какие там ухищрения они пошли, чтобы вопрос решить. Потому что, повторю, по словам айтишника Евгения, у Романа Василенко нет никаких баз данных. Все было изъято правоохранительными органами. Ну, возможно, Роман Василенко, пользуясь деньгами, которые у него есть, или связями, каким-то образом волшебным вопрос порешал. Как говорится, время покажет. Как и раньше говорили, в течение месяца все запустят, деньги на счетах работают, проценты начисляются. Ну, если мы говорим про новые кабинеты, то там действительно вроде как и ввод, и вывод работает, и проценты начисляются, и акции растут. То есть, в целом, да. Но вот остаются вопросы как раз по кооперативу и по счетам ВИСТА. Все выводы, средства, начисленные гонорары, которые были поставлены на вывод в феврале, будут перечислены. Все выводы, средства, начисленные гонорары, которые были поставлены на вывод в феврале, будут перечислены. Не очень понятно, куда они будут перечислены. То ли возвращены в кабинеты, потому что сейчас все построено на системе USDT. Если имеется в виду, что в феврале люди делали заявки на вывод тоже в USDT, ну, окей. Лимиты на вывод будут, но не 100 долларов, а значительно больше. Ну, собственно, мы и сейчас в системе блокчейн видим самые разные суммы, от минимальных до таких больших транзакций в несколько тысяч долларов. То есть, как раз в мире криптовалют нет такого жесткого контроля, как в банковской системе, поэтому здесь действительно больше возможностей для ввода и вывода разных сумм. Пункт пятый. Поданы документы на регистрацию акций компании, то есть наш новый продукт. Все идет по плану графику, составленной руководством компании. Ну, вот это вот интересный пункт. Поданы документы на регистрацию акций компании. То есть сейчас партнеры, участники покупают некие акции в кабинетах. Акции чего это, пока не очень понятно. Ну, получается, здесь написано акции компании. То есть, получается, компания как бы становится акционерным обществом. Все идет по плану графику, составленному руководством компании. По информации руководства, новый продукт компании – это уникальный инструмент для приумножения своих средств с использованием криптовалют. И это признают специалисты крипторынка. Гарантированный выкуп акций компанией, обеспечительные резервные фонды, постоянный рост курса акций и ограниченный объем их выпуска гарантируют сохранность ваших вложений. Сейчас этот новый продукт на стадии стартап, когда цена еще не велика, и на курсе стоимости акций можно дополнительно заработать, помимо получения ежемесячной доходности. Как мы помним, примерно в середине мая цена акций была где-то 256 долларов, сейчас, по-моему, 312 долларов. То есть, стоимость действительно неплохо выросла. При интеграции счетов Vista в All Life is Good количество продажи акций резко возрастет, тем самым увеличит курс ее стоимости. Многие уже используют эту ситуацию, чтобы хорошо заработать уже на начальном этапе старта программы. Всем успехов! Ждем новых хороших новостей! Ну, что можно сказать в целом по данному сообщению? Звучит, конечно, все это хорошо, только, опять-таки, Роман Василенко не удосужился не записать ни одного видео по текущей ситуации, а прошло уже более четырех месяцев, что, мягко говоря, некрасиво по отношению к партнерам, к инвесторам, ко всем, кто поверил в идею. То есть, Роман Василенко общается только с узким кругом избранных, которые уже передают какие-то новости и так далее. Ну, я так понимаю, что, как некоторые говорят, это он делает в плане безопасности, что то, если он будет появляться на публике и делать какие-то видео, это могут потом использовать против него. Ну, так у него есть юристы, пусть, соответственно, озвучивает только ту информацию, которую разрешается озвучивать, которая ему не повредит. В чем проблема-то? То есть, неужели на протяжении четырех с лишним месяцев не было возможности хоть что-то записать, рассказать именно по текущей ситуации? Ну, а по поводу именно конкретного внедрения всех этих планах и выполнения обещаний, как говорится, поживем-увидим. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в наш телеграм-чат, также высказывайте ваше мнение по поводу данных новостей в комментариях. И с вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!